ОМТВЮА про Головне. Вот пачка рапортов ваших российских солдат, которые мы захватили на только одной из позиций, но они немного проливают свет на то, что происходит. Вот стандартный рапор. Я сержант Ренчинов Игорь Чингизович, командир боевой машины, командир отделения 1-й мотострелковой роты, мотострелкового батальона. Отказываюсь от дальнейшего участия в операции, отказываюсь от выполнения боевой задачи, отказываюсь от условий контракта, отказываюсь от выполнения приказов командиров и начальников. Об уголовной ответственности предупрежден. Вот к примеру, объяснительное. По существу заданных вопросов могу пояснить следующее. Я рядовой Хречко Кирилл Павлович оставил позиции, так как с 10.00 до 19.00 работала вражеская артиллерия и авиация. Враг работал точно по нашим позициям, с помощью минометов, не давая тем самым окапываться, и приходилось искать укрытие в лесу, среди кустов. Если бы я остался на позиции хотя бы еще час, не факт, что я бы выжил. Я, Хречко Кирилл Павлович, отказываюсь выполнять приказы Верховного Главнокомандующего, из-за того, что на позициях, на которых мы находились, со стороны союзников нет поддержки для выполнения заданной цели. Из-за этого наши товарищи погибают, либо остаются тяжело ранеными. Нет нужных навыков и опыта для ведения боя. Это пишет солдат контрактной службы. Из-за этого в данный момент я отказываюсь от выполнения дальнейшей спецоперации на территории Украины. Поэтому просто знайте, что если вы придете сюда с оружием в руках, то ничего, кроме смерти своей, вы здесь не найдете. Что случилось? Почему все это происходит? Вот почему Украина вышла из Советского Союза самой большой страной Европы, а не в составе нескольких областей вокруг Киева? Это большой вопрос. При создании Советского Союза в договоре было прописано право выхода, а поскольку не было прописано процедура, то возникает вопрос. Если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом только решила выйти из состава этого Союза. Ну хотя бы тогда выходила с чем пришла и не тащила бы с собой подарки от русского народа. Высказывание российского президента о том, что союзные республики не должны были выходить из СССР с подарками от русского народа, уже вызвало среди наблюдателей куда больший резонанс, чем обещание диктатора подумать о возможности быть вновь избранным на пост главы своего деградирующего государства. Конечно, в 1922 году УССР присоединилась к Советскому Союзу без Крыма, зато с Таганрогским краем, в котором тогда проживало более 70% украинцев, а в состав РСФСР входила практически вся территория современной Центральной Азии, за исключением небольших народных республик. Да-да, Бухары и Хорезма. Хочет ли Путин возвратить в состав России Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан? Это подарки русского народа? И что в таком случае делать с Тувой? На момент создания СССР ее территория в состав РСФСР не входила. Международное сообщество считало Туву неотъемлемой частью Китая, а сама Россия независимой народной республикой. Да-да, именно так, народной республикой. Но самое главное даже не в этом, а в том, что Путин забыл, что он не президент Советского Союза. Он президент Российской Федерации, одной из союзных республик, которая заявила о своем выходе из СССР без всякой процедуры. И этим ничем не отличается от остальных. Вернее, все-таки отличается, потому что Украина, например, провела референдум в поддержании акта о независимости, одобренного украинским парламентом. В России об этом украинском референдуме никогда, ни при каких условиях не вспоминают. А почему? А потому что никаких референдумов в России, в самой России, о ее выходе из СССР не проводилось. Последний референдум, который касался вопросов государственности и в котором участвовали россияне, это референдум о сохранении обновленного союза. И в 1991 году руководители союзных республик, которые хотели этот обновленный союз построить, Прежде всего, лидеры тех самых стран Центральной Азии, которые в 1922 году входило в состав РСФСР, прямо говорили об этом российским руководителям. Но кто их тогда слушал? Российское общество было буквально одержимо идеей суверенитета. И первую декларацию о суверенитете принял 30 лет назад именно российский, а не украинский парламент. Так кто лекарь русскому народу с его подарками? Поэтому это не Украина, государство, которое покинуло СССР без всякой процедуры и с подарками русского народа. Украина – страна, которая провозгласила независимость и получила всенародное одобрение этой идеи на всей своей территории, включая Крым и Севастополь. И никаких других легитимных референдумов относительно статуса страны и ее территориальной целостности с 1991 года больше не было. А Россия – да, незаконное образование, созданное группой заговорщиков, которые даже и не подумали обратиться к народу. Такая большая ДНР от Калининграда до Владивостока. И с этой точки зрения первое, что должен сделать Путин, так это отдать Украине украденный в 1924 году Таганрог. Нечего незаконно выходить из Советского Союза с подарками украинского народа. Интервью телеканалам ОРТ, РТР и Независимой газете. 25 декабря 2000 года. Я бы хотел, чтобы граждане меня воспринимали как человека, которого наняли на работу. Наняли на работу для исполнения определенных функциональных, профессиональных обязанностей на определенный срок. Воспринимали бы как человека, с которым заключили договор. Трудовой договор. На 4 года. Если по-простому-то. А кто напал-то на кого? Кто напал? Кремлевская дезинформационная машина вбросила в мировые СМИ якобы вариант мирного плана от Эрдогана. Многие повелись и даже начали обсуждать вероятность реализации такого варианта развития событий. Но кремлевские уши не стали себя долго ждать. Вечером Путин и Лукашенко как бы невзначай вспомнили стамбульские соглашения весны 22 года. И в унисон заявили, что нужно к ним возвращаться. Достать тот документ, положить на стол и двигаться по ним. Это разумная позиция. Там приемлемая позиция и для Украины. Добавляем сюда разрушение украинской энергетической инфраструктуры, торможение западной помощи Украине и получаем вполне понятный ход со стороны Москвы, замешанный на шантаже и запугивании. Ничего нового. Вы что, не знаете об этом, что ли? Давайте сделаем вид, что замораживаем конфликт на линии соприкосновения. Пока Украина будет приходить в себя на аппарате искусственного жизнеобеспечения, Россия нарастит военный потенциал. И как всегда растоптав договоренности, уже точно уничтожит украинскую независимость. Типичная разводка, на которую никто уже не поведется, потому что в предложенном варианте фигурирует снятие всех санкций с РФ. Зашифровано это в пункте, а не вмешательстве во внутренние дела другой страны любым способом, который может вызвать дестабилизацию ее правительства. То есть никаких репараций, размораживания всех активов РФ, возобновления поставок газа, восстановления северных потоков. Бои тяжелые, бои очень сложные, потому что пытается противник и контрнаступательное действие здесь производить встречные бои.